Даете ли вы добровольное согласие на этот разговор и на публикацию? Да. Как вас зовут? Фамилия и имя, отчество, год рождения, откуда вы? Куликов Михаил Игоревич, 1991 года рождения, 25 мая родился. Алло? Супруха ваша. Алло? Алло. Можете взять? Алло, Зай. Здравствуйте. Слышишь? Да, да. Ты дома? Да, да. Как у вас дела? Без пенаринвально, ты иконок. Да, нормально, все. Что там, ничего не говорят, что нового, что слышно? Да, ничего нам не говорят. Я был собран в ГТО. Только ничего не говорят. Мы... Когда, что... Как числимся мы, как военнопленные или вам просто... Да, да. Списка в части не вычеркивают? Нет, нет. Вам надо писать в Новосибирске, в Москву, как можно чаще письма, что мы здесь, чтобы про нас не забывали. Я звоню, я звоню через каждые три дня на Новосибирске и в этот его округ, Екатеринбург. Угу. Что мне дали номер, вот туда звоню, и говорят просто, что они не могут не сказать информации по телефону. То есть они пробивают по номеру части, что ты военнослужащий, и что ты действительно в списках, в этих как военнопленный. И больше вам ничего не говорят, да? Нет. Там куча новых законов, что нам нельзя говорить там слово «война», это спецоперация, что все это. Вчера я была у начальника ФСБ, он мне, ну, что показал эти законы, что они вот уже вступили в Конституцию, и все на этом собрании тоже говорили, что там... Наказуем вообще, не страхами даже. Угу. Так, а это, деньги, все там, все приходит так же, у вас все есть, деньги. Все равно, все нормально. С квартиры ничего не выселяют, ничего не говорят. Нет, нет, нормально все. Понятно. За это не переживай, а ты как-то не болеешь? Нет, нет, нормально все. Пока ничего не известно еще. Не знаю, апрель, май вроде сказали, что возможен обмен. Но надо, чтобы люди не сидели, то есть на месте, постоянно. Да, это понятно. Да никто не сидит. Мы с женой, с Филатовой. Угу. Везде звонили и на этот сайт, совет матерей в Московской области. Туда звонили, оставляли данные. С Щеткиной общаетесь? Ну, она редко звонит. С ней комбат сказал тоже, с ней связываться обязательно. У нее тоже есть там разная информация побольше. Она же тоже военнослужащая. Она вообще ничего не говорит. У нее нет, она мне звонит, у меня с Дашей. Потому что я была в гражданской прокуратуре, в военной прокуратуре. В Москве, кстати, все, я на залогу, округ, звоню. Я ей говорила, она не рада. Я говорю, тоже позвоните в округ. Я говорю, может, у вас что-то другое расскажут. Она говорит, я не буду пока звонить. Тоже пусть звонит, он просил передать, что у него нормально. Ну, там с ногой что-то у него то ли загипсовано неправильно, то ли что, что болит. Ну, а так все нормально здесь. Все мы сидим. Филатов, я вот, Щеткин. И еще здесь парень с Юргией. Нас, в общем, шесть человек оттуда, в Сибири. Вот, когда что. Как ваша супруга относится к тому, что происходит в Украине? Как вы относитесь к тому, что сейчас происходит в Украине? Как, мы же не знали, да, вы отправляли в Украине вообще на учение, а когда все вот это прояснилось, то есть, ну, уже 24-го, да, число, все были, конечно. Нет, ну, мы, я как бы понимаю, что вы были не в курсе, возможно, но я вижу, что у вас вот когда там перед Кремлем там снимают сейчас вот какие-то журналисты, да, люди бегают, прыгают с флагами, с буквочками З, В, там, вот, Путин этот вот, молодец, Россия в ПРД, вы поддерживаете тоже вы такого же мнения? Нет, нет, нет такого мнения, что отправили на чужую территорию, где вообще наши ребята были не нужны. На той территории есть свои же силы, свои, также и военнослужащие. Зачем туда отправили наших ребят, никто не понимает, как это могло произойти. Все хорошо, я. Ну, это, у меня нормально все, ничего, кормят хорошо, все нормально, книжки читать дают, видишь, позвонить периодически, дают, как бы. Я поняла, это сказал, вот, ты сейчас говорила, и правила, слава богу. Да, вы сегодня это видео сможете посмотреть или завтра, сегодня или завтра, мы не успеваем. Да, да, и тебе еще сегодня должны позвонить женщины, тебе должны позвонить. Нужно позвонить, сообщить по мне также. Ну, что все нормально, мы просто не знали, что у нас сегодня дадут позвонить. И приходили женщины тут из комитета по защите, там тоже, она тоже позвонит. Так что, держитесь там, ждите, главное не сидите, все нормально у меня, никто ничего, я не болею, все нормально, живы-здоровы. Делайте что-то, пожалуйста, пишите, говорите между своими, сообщайте. Нет, я вас не прошу слова произносить, я просто, ну, такой вот еще вопрос, если можно. Вы общаетесь с кем-то из своих родственников, там, близких, друзей, да? Ну, вот есть такие люди, которым вы объясняете, что на самом деле происходит в Украине, как вы только что это рассказали? Да, они говорят, что нет, это неправда, все хорошо. Нет, нет, все адекватные люди, все это уже, как бы, случилось с нашим мужем и сыном и папой. Ну, понятно. Спасибо. Детки, нормально? Да, все нормально, в детстве. Все хорошо. Мы были у мамы, у твоей и у твоей дети. Ты хорошо, скажи, что все нормально. Все, все хорошо, все хорошо. Все, солнышко, давайте тогда, все, я нас, буду там, периодически, я думаю, будут давать звонить, не переживайте, шибко. Ну, и вот, морожен шибко не лезть, все, люблю вас очень сильно, скучаю. Спасибо, очень здорово. Пока, все, не плачь. Пока, все. Все хорошо, давайте. Ну, смотрите, вам повезло, выходя в списке пленных, в отличие от моих других. А что можете сказать россиянам, которые уже в Украине или которых сейчас вот в Украину управляют? Нужно все это останавливать и разворачиваться, и уходить. Пока не пересекли границу, так как у нас на границе, как я понимаю, что те люди, которые пересекли границу, идут назад. Я, ну, насколько мне известно, и мы общаемся здесь, что их просто расстреливают. То есть у парней, у военнослужащих нет пути назад. И просто они доводят свои же, получается? Ну, получается, что так. Просто сюда даже не надо просто пересекать границу, это не наша война, она нам не нужна просто. Мы здесь не нужны, ни как военнослужащие, ни как люди здесь. Своя жизнь, своя инфраструктура, которую разрушает Российская Федерация. Ну, как бы, об этом, я думаю, сейчас говорят все. И с самого первого дня, как мы сюда попали, мы с военнопленными, ну, военнослужащими разговариваем между друг другом, слышим вой сирен, и, конечно же, все сразу начинаем одним голосом возмущаться, что это не нужно. Ну, вот смотри, вы, как сказать, нацистов, там, фашистов, там, каких-то там, бандеров здесь обнаружили? Нет, ни одного не увидели. Увидели при попадании в плен эмоции людей, которые могли нас, ну, просто, ну, разорвать, и были бы правы на самом деле. А как вы вообще их себе представляли? Ну, вот, выезжая сюда, будучи пропитаны российской информационной средой, скажем, чтобы я не употреблял слово пропаганда, да, как вы вообще себе представляли вот этих фашистов, нацистов, бандерасов? Вот мне просто это искренне интересно. Ну, во-первых, мы даже не представляли здесь увидеть граждан, население. То есть, война, ну, как я понимал, это, ну, с военнослужащей на военнослужащих. То есть, чтобы здесь находилось гражданское население, чтобы вот так, мы, во-первых, этого даже не представляли. Но вы знали, что вы едете в Украину? Нет, мы не знали. Мы были осведомлены в день отправки 24-го числа непосредственно, ну, 23-го вечера, что мы получили по три суток дачи на экипаж. Ну, то есть, по одному, ну, по три пайка на трое суток. И нам сказали их не вскрывать, так как мы едем вдоль границы для демонстрации военной техники. Но вы же увидели, что вы уже пересекли... Это увидел я 24-го утром с 5 до 6 утра уже по названию населенных пунктов. И как, и что вы подумали от себя? Подумал вернуться, но назад уже дороги как бы не было. И нам рангу такому, как солдаты и сержанты, в дальнейшем какие-то дальнейшие задачи просто не говорились. И все. Нам говорили вперед, едем и все. А вы понимаете, что вот это вот массовое бросание мяса и металлолома, это просто бросание мяса и металлолома? То есть, никто вообще-то у вас там, никто не стратегически не мыслил и не мыслит, и, в общем-то, к вам отнеслись как реально к мясу? Мы понимаем просто, что нас как сюда бездомных собак закинули, что у нас нет шагов вперед, нет назад. Мы сейчас просто прилетаем где-то посередине. Все это прекрасно понимаем, что нам, то есть, не здесь. Мы слушаем здесь от жителей и от сотрудников слова такие, что неприятные, ну эмоции у людей, да. И они правы, нам нечего сказать. Так а как, если у нас семьи, вот-вот у человека даже 9 человек, родных, близких сидит, при нулевой температуре уже неделю в подвале не могут высунуться? Все это, видимо, опускаем в глаза в лучших условиях, чем они, гораздо лучше. Да. Так, я предлагаю набрать еще, человек оставил заявку. Может, это будет перечисленка, я кого знаю, может. Ну, это мы можем на ФСБшник кому-то сейчас дозвониться, если не хотите, не знаете. Ну, у нас все данные подтверждены на номер телефона. Как звать? Козлик Александр Александрович. Родственник. Аллея из Казахстана. Алтайский край. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Куликов Михаил. Да, вы знакомы? Нет, я просто право знаю. Вы подписывались. Оставили заявку на Ищи Своих с вашего номера. Александр Александрович подписался, то есть вы зачем обращались по поводу этого человека? А, Михаил, да, Михаил Куликов, да. Ну, это, как бы, наш земляк. Понятно. Вы как к земляку просто поставились, да, заявка? Да. И что вы земляку хотите передать? Вот он слышит вас. Это, а это точно он говорит? Да, это я говорю сейчас. Я, я. Я не знаю даже, что сказать, честно. Я прям сейчас не даже, просто там бы, не знаю. А можно задать вопрос, а зачем вы оставляете заявку и лишаете человека шанса связаться с родственниками? И мы тратим время на то, чтобы поговорить с вами. Окей, хорошо. Да, на Ищи Своих в Телеграм-канале, где оставлялась заявка. Вы сможете посмотреть это видео и сами все со стороны оценить. Спасибо. Давай, ну, вот если мы сейчас будем зайти по всем номерам. Понимаешь? Поэтому мы... Не хватит никогда времени еще. Да. Так, ну, спасибо вам, в общем, да, наверное. Спасибо.